Так, наконец-то есть движение по панкбайку. Движение какого плана? Такого вот такого, потому что забрал с покраски все детали, которые навесные. То есть сейчас у меня для покраски остается только рама, основание сидения и что-то еще. То есть все остальное уже готово и то, что я называю, сделана полуфабрикатная сборка. Все вот эти навесные детали, их можно как бы, как сказать, но можно собрать и ставить, грубо говоря, брикетами уже на раму. Что я сделал? То есть все, что я забрал с покраски, практически все детали, их можно собрать до готового и далее требуется только установка. Вот, например, крепление подножки, то есть у меня установлены подножки, установлена сама подножка, то есть этот кронштейн целиком приворачиваем к мотору и к раме и все готово. То есть все навесное на нем уже есть. Та же самая ситуация у нас с фонарем, то есть открасила с основания, теперь фонарь остается только прикрутить к крылу. А, ну и соответственно, еще мне в покраске остается отвести всякое навесное в плане внешки, то есть два крыла и бак, больше тут в целом ничего и нету. Далее у нас собран мотор, собран уже давно, оставалось на него дождаться с покраски, соответственно, рычаг кикстартера, потому что я его решил зачем покрасить. Та же самая история с лапкой переключения и вот этот вот мой самодельный патрубок, потому что пришло сделать самопал, так как стоит бак от Минска, соответственно, родной карбюратор не влезает, единственное логичное расположение карбюратора это здесь. Несмотря на то, что впускной канал ниже самой башки, ну впуска на башке, все это прекрасно работает и на разряжении все всасывается туда-сюда и все прекрасно, собственно, с этим происходит. Далее, по мотору, что мотор у нас полностью перебранный, уже очень-очень давно, последнее, что у него надо было сделать, это поставить обгонную муфту и цепь стартера, соответственно, все это было сделано, открасил крышки, всякую мелочь сделанную и по факту это новый мотор, потому что он разбирался и перебирался полностью с заменой всего-всего, что нужно, так как изначально я планировал делать это для себя. По заднему маятнику у нас в целом ничего интересного, это обычный маятник стальной от Каю, амортизаторы Honda CB400 дав-тековые, то есть они тоже перебранные и вообще есть подозрение, что они будут работать. Соответственно, куплен новый слайдер, новые подшипники. По тормозной системе тут вот получилось вроде бы с одной стороны косячность, с другой стороны, есть у меня подозрение, что ничего критичного не случится, то есть он критичность ситуации, супер стоит, все прекрасно, но тормозной шланг проходит как бы очень близко к амортизатору, но учитывая то, что он в нижней части и пружина никогда до такого состояния не сожмется, я думаю, едва ли с ним что-то случится. Самая интересная часть, которая у кого-то вызывала восторг, у кого-то негодование, это, соответственно, передняя вилка. Чем она привлекает в себя? То, что она рычажного типа. Здесь у нас как все реализовано. Реализован у нас таким образом, здесь сделан самодельный маятник, в котором здесь подшипники два штуки, такие же, как в маятнике. В целом это все неправильно, коко-коко, нужны роликовые игольчатые подшипники, но вот сделано так, и так оно останется. Суппорт, соответственно, перенесен на другую сторону. Есть небольшие вопросы с прокачкой, потому что прокачной штуцер находится снизу, и, соответственно, суппорт надо снимать, ставить на эту часть диска, ну, просто переворачивать и прокачивать, что я уже и сделал. Ну, и в целом, я думаю, едва ли когда-то это еще понадобится, если, конечно, не порвется шланг. А шланг все скорее не порвется, потому что это шланг фирмы Hell, то есть это армированный классный шланг, и с ним все хорошо. Шланг закупил на таких венхеловских штучках, держателях, амортизаторы. Это Honda CB750 с хреновой тучей регулировок, ну, как хреновой, тремя, то есть отбой, сжатие и преднатяг пружин у нас здесь имеется. Все вот это вот искусство и творчество, это самодельное, и большого ума здесь не надо, чтобы все это создать. Значит, дальше. Радиатор у нас вот так вот перенесен на переднюю часть, а-ля стиль BMW, асимметрия, все дела туда-сюда. Оптика – это советская противотуманка, сама фара, если не ошибаюсь, это, по-моему, фара заднего освещения на тракторе дополнительные. Оптика вклеена сюда от шестерки, дальней или ближней, не помню, короче, с лампочкой H3. Да. Ну, то есть, одноконтактный, то есть, собственно, включили фару, и все, больше здесь ничего не надо. Вот такое вот крепление для переднего крыла, которое преворачивается, опять же, на стандартные точки крепления. Вот эта вот штука кому-то нравится, кому-то нет, она держится на двух винтах, и в целом никогда не поздно ее снять, и никогда не поздно ее поставить. В целом, на вкус и цвет, что называется. За фару у нас отвечает обычный советский переключатель, то есть, вкл-выкл. Больше ничего нету, главное, что четко и надежно, без всяких китайских проводов. Рычаг – это рычаг, то ли от Ковровца, то ли от Юпитера, в общем, от чего-то вот такого. Тормозная машинка – это Honda Elite целиком вся. Соответственно, тормоза работают, учитывая то, что еще нормальный шланг, все перебранные суппорта весьма-весьма хорошо. Ручка газа обычная, никаких короткоходок, она здесь не нужна. Вот так вот закастомлен, скажем так, трос газа, потому что нужен был угол, опять же, иначе карбюратор упирается в бак, а ниже его опускать уже некуда. Вся вот эта вот дуга, на которой держится фара, это все, опять же, на стандартных точках крепления. Насколько я помню, на каких-то пидбайках здесь крепится, ну, как крепится, просто выворачиваются болты, они являются ограничителями руля. Сам руль, руль у нас вот такой высоченный, с двумя перемычками, это, если не ошибаюсь, от какого-то кроссового Чезета, короче, это все самодельное из советских времен. Вилка закрепляется также стандартных траверс, без всяких переходников, были выточены втулки в размер, все это обварено, зажимается и не вызывает никаких проблем. То есть, при любых раскладах все это чинится элементарно, потому что все, что здесь металлическое и советское, это невозможно сломать или можно заменить. А все остальные детали, это, по факту, было, остается пидбайк, да и ломаться здесь особо нечему. Вилку эту, когда стоишь на месте, она не прожимается, якобы не работает, но когда ты начинаешь ехать, а пробный выезд был до разборки, она прекрасно работает и все с ней, собственно, хорошо. Все детали, которые здесь представлены, еще раз напомню, это были от пескоструйные и покрашены порошком. То есть, это и колеса, это стандартные обода, ну как стандартные, это БСЕшные обода, у которых более-менее живучие ступицы, то есть, не как на каеве было, которые разрывали. Обода обычные стальные, просто от пескоструйные и покрашены. Также вот ловушка, все в цвет покрашено, ловушка, это, по-моему, джаз-мота была с алюминиевым, вот этим вот пластинкой. Такие вот дела. Что еще интересно? Интересно, ничего, ну вот готова пластинка, например, для заднего крыла, никакой функции она не выполняет, этот кронштейн, просто на крыле, которые я использую, были два отверстия, которые надо было чем-то закрыть, я закрыл вот так вот. По цветам, тут, соответственно, это графит, ну, мокрый асфальт в полуматовом лаке. Здесь все, что черное, это черный полумат, ну и, соответственно, белый глянец, как бы, как по мне, глянец тут смотрелся намного органичнее. То есть, все это вот готовые брикеты для установки, грубо говоря, то есть, просто снимаем верхнюю траверсу, вставляем подшипники и все готово. И, наверное, на этой такой положительной ноте с глобальными продвижениями под постройки этого панкбайка, я думаю, эту серию можно заканчивать и на этом все. Продолжение следует...